Что делать, если нам лень заниматься спортом? Все тренера успеха в один голос кричат «Занимайтесь спортом!» Спорт даёт нам энергию к достижению наших целей. И это правда. Если мы не будем заниматься физической активностью, то у нас не будет энергии для наших целей. Тренера успеха говорят «Просыпайтесь в 3 часа утра, бегите на холодный стадион, бегайте там час». Это всё нас пугает, нам становится страшно и нам некомфортно. Мы, конечно, чаще всего отказываемся это делать, потому что нам это неприятно. И из-за этого мы чувствуем себя неполноценными. Нам кажется, что мы себя сами предаём. На самом деле я вас обрадую. Вам не обязательно себя так истязать. Вам не обязательно просыпаться в 3 часа утра, бежать на какой-то холодный стадион. Вы можете заниматься спортом комфортно. Например, вы можете в любое время дня записать себе примерно на час какой-то музыки. Можете даже найти её ВКонтакте. Такой музыки, которая вам нравится, которая вас бодрит. И в течение часа танцевать под эту музыку, не соблюдая никаких танцевальных движений специальных. То есть вы просто создаёте физическую активность в течение часа. И вы действительно очень хорошо зарядитесь энергией. Если вам лень даже так заниматься, вы можете заниматься спортом, не вставая с дивана. Например, вы смотрите какую-то комедию и начинаете втягивать и расслаблять живот. Втягивать и расслаблять живот. В течение всей этой комедии, примерно комедия длится полтора часа, вы за полтора часа получаете достаточно физической активности, если будете так делать непрерывно. Далее, если вам даже это лень делать, есть ещё один вариант. Вы можете начать гримасничать. То есть вы высовываете язык, выпучиваете глаза, кривляетесь, как хотите, в течение примерно полчаса. Это очень сильно заряжает энергией и создаёт очень сильный заряд эмоций. Если рядом с вами находится какой-то человек, и он начинает над вами смеяться, из-за того, что вы гримасничаете, продолжайте делать, радуясь. То есть вы создали настроение не только себе, но смеётся, радуется жизни ещё и ваш близкий человек. Пусть он смеётся на здоровье. Спасибо. Спасибо.